Ну что, для тех, кто впервые, я Макс Хиггер, меня зовут Макс Хиггер. И сегодня очередная у нас перископ-трансляция. И хотел еще раз вам сказать, что у жизни-то схемы нету никакой. То есть мы все время хотим жизнь схематизировать, как-то понять через схему. А не получается и не получится никогда. Понимаете, вот не получится. И это очень хорошо, потому что есть возможность жить в свежести какой-то, в непредсказуемости в достаточно высокой степени. Когда все очень предсказуемо становится, скучно становится. Вроде все по плану, все по схеме, да скучно. Да, говорят, все говорят. Все, кто понял, что такое жизнь. Ну, что жизнь это тайна, что жизнь это спонтанный процесс. И что ты заранее точно ничего не знаешь. Ну, как тебе открывается все в моменте прямо. Вот, и если этому довериться, ты увидишь, что и не надо было знать заранее ничего. Понимаете? То есть, когда уже видишь, как жизнь рождается в моменте, что это творческий, спонтанный процесс, то постепенно приходит понимание, что вот это вот, как ты раньше пытался жить по схеме, все понять умом, заранее, все там по полочкам разложить, составить план подробный, проживать, это было заблуждением. Ну, то есть, это избыточно, не нужно это. То есть, можно, конечно, что-то запланировать, но привязываться к этому нельзя. И именно строить вот точно, как ты представляешь, нельзя жизнь. Потому что, да, ты можешь построить, как ты представляешь, но это ловушка будет всегда. Она тебе захлопнет, там будет мало жизни, скучно, и болото будет там, понимаете? А чтобы жизнь двигалась, естественно, и чтобы мы чувствовали себя живыми, нам важна нескованность. Определённая раскованность от чётких представлений, как всё должно быть. Незапрограммированность, очень высокая степень незапрограммированности в жизни. Планы никогда не выполняются полностью, да. Ну, знаешь как, это ты вот уже, может, понял. А большинство людей не поняли это. Большинство людей, они так обучены, что мне нужна обязательно мечта, цели и план. Мне нужен обязательно план, я должен двигаться по плану в направлении своих целей. Я обязательно должен прийти к мечте. И когда я достигну все эти цели и создам жизнь так, как я её представляю, в мечте, то только там я стану и какой-то счастливый, радостный и так далее. Понимаете? То есть люди вот так обучены с детства, что тебе нужно двигаться ни моментом, ни от момента. Тебе нужно не быть спонтанным, не быть творческим, не быть непредсказуемым. А тебе наоборот, нужно быть предсказуемым, всё планировать, чтобы твоя жизнь была чёткой, определённой, чтобы была ясная, чёткая программа на день, чтобы ты достигал точки B, C и к чему-то шёл завтра. Понимаете? То есть вот это массовая история. Что тебе, если ты хочешь чего-то в жизни добиться, обязательно нужно иметь схему жизни и знать, куда ты идёшь. И когда ты это всё знаешь, ты туда придёшь, и подразумевается, что там что-то произойдёт. Но все эти подходы достигаторские, они упускают такой момент, что жизнь уже идёт сейчас. И что вот прям очень долго всё это достигать и готовиться, нет времени у нас. И они также упускают такой момент, что вот в этой спонтанной жизни, творческой, там и так приходит всё, что достичь, вот хотят эти достигаторы, оно там приходит, только оно имеет совсем другой вкус, оно имеет подлинный вкус. Вот эти все напряжённые достигаторские результаты, они имеют запашок страдания. Зачем учат? Ну потому что это невежество называется. Понимаешь? То есть люди боятся довериться потоку изменений. Вот это состояние ума просто, это вера, религия, можно так сказать. Вот знаешь, есть такая религия, успешный успех. Мне нужно всё достичь, всё сделать, как я вижу, как я хочу, и только там начнётся моя жизнь. Понимаешь? Есть такая религия, жизнь по схеме. А есть жизнь такая, какая она и есть, от природы. Такая, как от Бога, можно сказать. И вот эта жизнь, она спонтанная. И в принципе, как только ты встаёшь на путь достигатора, ты рано или поздно начнёшь это понимать. Что вот этот путь достигатора, движение по схеме, он ложный. Он ложный почему? Потому что чем больше ты на нём стоишь, тем яснее ты понимаешь через свои чувства, что не радуешься ты там, несчастный, скованный, какой-то напряжённый, суетливый. То есть ты всё время... Что? А если она не устраивает переделывать или смириться, что не устраивает? Жизнь твоя тебя не устраивает? Напиши, пожалуйста. Вот, она тебя не устраивает. Вот давай на это посмотрим так. Вот у тебя есть жизнь, такая, какая она есть сейчас. Ответь мне, пожалуйста, почему она тебя может не устраивать? Почему она тебя может не устраивать? Как ты определяешь, что это не та жизнь, которую ты бы хотел проживать? Как ты... Критерии какие? Напиши, пожалуйста, критерии. Как ты определяешь, что это не та жизнь, в которой ты хотел бы находиться? Не могу себе позволить многое. Хорошо. Ответь мне на следующий вопрос. Кто тебе сказал, что ты должен иметь такую возможность сейчас? Позволить многое. Откуда ты это взял? Что вот это вот многое, как ты его себе представляешь опять в голове, что ты должен обязательно обладать этим в жизни? Откуда ты это взял? Твои желания. Ты уверен, что это твои желания? Откуда ты взял эти желания? Вот что конкретно ты хочешь? И почему ты именно это хочешь? Вот именно, да, правильно. Видишь у кого-то и хочешь себе. А какие ненавязанные желания? Понимаешь, вот смотри, это удивительный момент. Твое подлинное желание, оно просыпается в моменте. То есть ты не можешь его оформить в конкретную картинку, в образ. То есть если у тебя есть конкретное желание, вот ты хочешь что-то конкретного и как-то себе это представляешь. Это всегда ложное. Это всегда ложное. То есть если у тебя есть какое-то представление о жизни, это и есть эта самая схема. То есть ты хочешь какие-то схемы, какие-то вещи конкретные достичь в своей жизни. Для чего достичь? Потому что ты с ними связываешь свое счастье. Ты думаешь, что когда они у тебя появятся, там ты будешь более счастливый, понимаешь? И принцип какой, что когда ты начнёшь их достигать, и достигнешь, и получишь, когда ты получишь это, ты себе придумаешь что-то ещё, понимаешь? Это бесконечный процесс, это и есть жизнь по схеме, то есть я провозглашаю какие-то важные образы в своей жизни, важные желания, которые я должен каким-то путём получить, и только там, когда у меня всё это будет, я буду счастливый и радостный. И тебе кажется, что вот когда ты это всё достигнешь, там-то будет всё хорошо. Но когда ты туда приходишь, там ты обнаруживаешь, что ты чуть-чуть порадовался, и всё. И тебе надо опять провозглашать какие-то новые достижения, новые цели, и опять туда двигаться. И вот этот путь, он такой достаточно напряжённый, он не очень счастливый, он не спонтанный. Он по плану, он как бы по схеме жизни. То есть ты живёшь по схеме в направлении своих целей и мечты. Понимаешь, вот твои желания. То есть твои желания всегда где-то в будущем. Понимаешь, вот это и есть проблема, корень проблемы, что ты себе чётко представляешь, что ты хочешь завтра. Вот смотри, подлинная жизнь совершенно по-другому устроена. Твоё подлинное желание, оно рождается в моменте, в отношении чего-то реального, как бы понимаешь. То есть не представляемого, а реального. Понимаешь, реальные потребности, реальные желания. То есть я, например, могу захотеть сейчас попить чай. Вот у меня есть кружка с чаем, да, я наливаю её и просто пью. Это тоже желание. Но оно не связано ни с каким усилием, ни с каким напряжением. Или я могу любить что-то делать. То есть я могу заниматься каким-то любимым процессом. Не ради цели, а потому что я люблю это. И я могу им заниматься. И, о чудо, в этом процессе, когда я буду этим заниматься, любимым процессом, развиваться там, у меня там постепенно начнут появляться плоды. Сами по себе. Понимаешь, не потому что я хотел вот эти плоды и связывал с ними своё счастье, а просто я любил, вот я любил это делать. И у меня там что-то начало получаться по ходу. Понимаешь? То есть получается, я же сейчас радуюсь, когда я люблю что-то делать, я прямо сейчас радуюсь, я прямо сейчас счастливый. И мне для этого не нужны вот эти плоды. Обязательно вот достичь этот плод и там чуть-чуть порадоваться. Я радуюсь от процесса. Вот это творческий процесс такой идёт у тебя, да? То есть ты радуешься в моменте от того, что как-то естественно, спонтанно у тебя происходит в жизни. И вот если ты так будешь жить, ты будешь видеть, что этот спонтанный творческий процесс, он рождает тоже плоды. Но они обладают совершенно другим вкусом. Так как ты их не достигал, и они, ну, как тебе не нужно было, достигнув только их там, разрешить себе радоваться, а ты радовался сам процессу, вот от самого процесса, то эти плоды, они будут обладать совершенно другим качеством. Но если ты себе провозгласишь какие-то плоды, то есть цели какие-то, и вот там, ну, скажешь сам себе, вот там я буду радоваться, вот когда у меня это появится, только там начнётся моя счастливая, радостная жизнь, то тогда у тебя получается, что ты сейчас вынужден что-то делать нерадостное, вынужден всё это упорядочивать свою жизнь искусственно как-то, лишать себя спонтанности и свободы сейчас ради этого результата. И поэтому получится перевёрнутая история. То есть ты от самого процесса жизни не очень радуешься, ты не очень счастлив сейчас, но когда ты получаешь свою цель, этот результат, там ты чуть-чуть радуешься. И получается такая картина, что там 95% своей жизни или 90%, ты не очень радостный, напряжённый, как бы засунутый в этот искусственный план, часто борющийся с жизнью ради этих целей, да, и когда ты их достигаешь, ты там чуть-чуть радуешься, 5-10% радости в твоей жизни. Понимаешь, я тебе объясняю, что в жизни на самом деле от природы иначе, иначе, что ты радуешься от процесса, от процесса, и ты не озадачен этими достижениями чего-то завтра, тебе самый главный игровой и интересный процесс здесь и сейчас. Ну, естественно, как-то интересно тебе сейчас было. А вот это интересно и естественно сейчас, оно не упорядочивается. Денег не принесёт, да. Денег сначала не приносит. То, что ты любишь, сначала денег не приносит. Но потом туда-то и приходят все настоящие деньги. Понимаешь? Такие деньги, которые тебе будут по душе и которые тебя не поработят. Потому что только в том, что ты любишь, ты можешь зарабатывать деньги, которые тебя не поработят. А если ты идёшь куда-то устраиваешься ради денег, то у тебя цель заработать деньги. Поэтому ради этой цели ты будешь сам себя предавать где-то. И не жить как тебе по душе, как тебе рождается в моменте. Не будешь жить. Ты будешь жить по схеме, по плану в достижении результата. Деньги в конце месяца, например, да. И в этой жизни ты будешь получать эти деньги, но счастье ты там лишишься. Понимаешь? Ты там лишишься свободы. У тебя там всё будет запрограммировано. Очень часто ты будешь исполнять чужую волю. Очень много будет надо, должен, обязан. Ради результатов. Вот я тебе объясняю, что есть два измерения жизни. Вот есть это измерение жизни достигаторов, да. А есть измерение жизни креаторов, творческих людей. Творческие люди не живут по схеме. У них нету схемы, и они не нацелены на то, что только когда я получу там эти деньги, там-то я, там-то начнётся моя жизнь, и я себе там что-то позволю, и радоваться начну где-то там. Креаторы живут от момента. Вот сейчас креативно, сейчас прёт что-то делать, делаю, люблю это, развиваюсь, что-то читаю по теме, экспериментирую с этим. Что-то создаётся, у меня в процессе идёт какой-то, ну, некий, игровой процесс, что-то там возникает. Понимаешь? Но креатор не идёт к результатам. Но результаты у него тоже появляются. Просто те результаты, которые у креатора появятся, и у достигатора, они обладают совершенно разным вкусом. Понимаешь? Креатор радовался от процесса, творчески подходил ко всему, к этому. И тот плод, который у него появился, ну, это как бы просто одна из вещей, которая его радовала в этом процессе. То есть радовал и сам процесс, и что-то получилось, в конце он порадовался. Понимаешь? То есть вот такое измерение жизни. А достигатор, он часто очень не радуется процессу. Он очень серьёзный, он слишком серьёзный, он слишком всё подстраивает под результат. То есть его слишком волнует этот результат. Понимаешь? Вот это жизнь по схеме. Вот эта жизнь, она сама по себе очень инертная, привычная, скажем так, нерадостная, она нерадостная. В ней нет свободы. Понимаешь? Тебе так вот нужен этот результат, ты так хочешь получить вот этот вот результат, что ты придаёшь спонтанный танец жизни по пути. То есть ты всё время себя давишь, давишь в результаты. То есть давишь в план, давишь в цели. Ты всё время как бы самодисциплина, это называется. Самодисциплина. У тебя такая самодисциплина, армия, чтобы добиться какой-то точки Б. вот эта самодисциплина, армия, она не присуща твоей душе. Душа, она не действует так. Понимаешь? Это присуще уму. Структурировать всё это состояние ума. Это жизнь по уму. А душа, она радостная, спонтанная, творческая. Она не структурируется, она непредсказуема. И поэтому ты знаешь, что ты реально хочешь только в моменте. Нет, не надо либо свобода и творчество, либо деньги. Нет. Ты увидишь, что эти вещи не противоречат друг другу. Но если ты живёшь свободно, спонтанно и творчески, рано или поздно туда начинают приходить деньги. Просто это совершенно другого качества деньги. Они пахнут по-другому. Понимаешь? То есть одно дело, вот смотри, ты сам себе принадлежишь. Ты делаешь, как ты хочешь. Ты никому ничего не должен. И ты живёшь, как у тебя живётся. И тебе в этой вот жизни свободной приходят деньги. Ну и хорошо, приходят, они дополняют твою свободу и твоё счастье. Это один вариант. И совершенно другой вариант, что ты сам себе не принадлежишь. Ты работаешь в системе. Ты запряжён в какие-то рамки. Ты всем должен. У тебя надо, должен, обязан постоянно. Ты сам себя давишь. И ты там в конце тоже получаешь деньги. Это уже не свободные, напряжённые, как бы, ну, деньги раба и деньги свободного человека. Понимаешь? Совершенно, ну, могут быть одинаковые деньги, но качество и удовлетворённость от того и от того совершенно разное. я не совсем понял вопрос по поводу, не дочитал до конца. Просто для креатора деньги, они не являются никогда чем-то первостепенным. Креатор, он не настроен на получение, он настроен на самоотдачу. Поэтому он и креатор, он креативит, создаёт. Он как бы ищет, постоянно нащупывает форму, как радостно, как интересно проявиться, что-то создать. Потом он начинает играться с тем, как это сделать уже под людей лучше. То есть, это творческий процесс. Понимаешь? Это творческий процесс. Это не жизнь по схеме. Творческий процесс никогда не происходит по схеме какой-то. нет схемы. Понимаешь? Поэтому это творчество. То, что по схеме, это конвейер. Это уже какое-то производство, это другое что-то. Понимаешь? Вот. В конвейере, ну, в конвейере роботы работают. Понимаешь? А в творческом процессе нужен живой человек. Живой, творческий, спонтанный человек со своими настроениями, озарениями. Поэтому машины никогда творческими не будут. Если достигаторство в кайф, не может оно быть в кайф. Понимаешь? Оно не может быть в кайф. Оно не может быть в кайф. Потому что, ну, вот смотри, какой кайф, если ты достигатор, и у тебя, вчера ты, например, вот смотри, ты вчера себе поставил цель на сегодня, да? У тебя цель, и даже нарисовал план, но ты такой, типа достигатор, такой, знаешь, ну, серьезный достигатор. И вот ты просыпаешься, у тебя твой план, твоя цель, и ты начинаешь пытаться это делать, и вдруг обнаруживаешь, что-то у тебя сегодня энергии на это нет. У тебя все тяжело идет со скрипом, да? И ты чувствуешь, что что-то вот как-то твое состояние, твое настроение сейчас не настроено на этот план, на эту цель. И что будет в этот момент делать достигатор? Он же, ему очень важно достичь эти цели, понимаешь? Он поэтому и достигатор. Он живет целями, он живет планами. У него все должно быть по программе, в результат. Поэтому он начнет себя давить и ломать, понимаешь? И вот это само, как бы, изнасилование, то есть постоянная вот жизнь в этом выдавливании из себя, что надо, должен, обязан по плану к результату, да? она не может в кайф происходить. Это не может в кайф происходить. Знаешь, это же все время какие-то усилия над собой. Ты сам себя давишь и ломаешь. А прикинь, что вот креатор, например, а он этим не занимается. Да, я как креатор могу там нарисовать два дела на следующий день. Я проснусь и смотрю, что-то у меня сегодня как-то энергии на это нету. И я не буду это делать. Мне не важны результаты, не важны эти цели. Я буду делать это, когда у меня появится энергия. Что лучше 100% сил себя или 1% со 100 человек? Лучше, когда ты живешь по душе, ты соединен со своими 100% и ты их реализуешь постоянно в жизни. Каждый момент ты реализуешь свои честные 100%. Как ты чувствуешь? Вот это лучше. А 1% от 100 людей это 100 зависимости от других. Понимаешь? То есть тебе каждый по 1% дает, но от каждого ты зависишь. Если кто-то тебе не начнет давать, то что? А ты же как бы настроен на то, чтобы тебе давали эти 100%. А когда ты живешь свои 100%, ты ни от кого не зависишь. Вот тебе живется, как живется, так и живешь. Понимаешь? И здесь такой удивительный момент. Креаторы, они всегда очень, как это сказать, они периодами, у них есть творческие периоды. Вот у креаторов бывают такие творческие периоды. Если креатор постоянно живет в сотрудничестве со своей креативной энергией, то у него есть периоды очень плодотворные. он там воодушевлен, у него муза, спустилось на него вдохновение какое-то. И вот пока его прет, пока его прет, и пока он любит это все, приходит некий заряд энергии. И вот когда он его реализует, вот там обычно что-то шедевральное появляется. Потом эта энергия заканчивается. В какой-то момент она затухает к этому процессу. И креатору очень важно иметь свободу перестать этим заниматься. Понимаете? То есть креаторы часто попадают в ловушку достигаторов. То есть их перло что-то. У них был заряд, была творческая энергия. И они на этом заряде что-то сделали. Но они как-то привязались к этому потом, систематизировали и начали переходить в достигаторов. Вот это очень частая история. То есть многие креаторы, которые были творческие, затем они превращаются в достигаторов. и там уже другой процесс. Как удержать то, что я создал, как не потерять это, как его не отпустить, оно же приносит деньги, оно же приносит результаты. И вот это как бы вторая ошибка. То есть когда у тебя закончилась креативная энергия на то, что ты делал, продолжить этим заниматься через надо, должен, обязан. Через попытку все это как-то там хитро замутить, чтобы самому этим не заниматься, но пусть работает, оно деньги приносит. Вот как у меня в бизнесе было. Я понял, что к каким-то вещам я остываю, я все это делегировал, у меня возникла команда, у меня возникла машина по производству денег. А я все меньше и меньше это люблю, все дальше и дальше отхожу от этого и понимаю, что я не могу открыться дальше, потому что оно с меня энергию сосет, как бы тянет. Да, история со смарт-респондером. Понимаете? Поэтому здесь очень важно креатору быть преданным себе и своей креативной энергии. Если на что-то перестала идти энергия, это признак того, что эта игра отыграна, этот проект нужно закрывать. Вот, и от него нужно избавляться, открываться в новое что-то. Многие боятся открыться во что-то новое, потому что они думают, что блин, так хорошо получилось, и второй раз так не получится. А это неправда, это ложь. Потому что если ты один раз что-то очень хорошо сделал, ты там очень многому научился, ты получил очень много навыков, опыта, и ты стал более разумный, более мудрый в этом. И когда ты пойдешь во что-то новое, ты его сделаешь несомненно лучше. Понимаете? И вот эта история многих людей, то есть они-то в какой-то момент может достаточно творческие были, они скатываются в достигаторство, в застревание в этих системах каких-то и попадают в ловушки. Деньги есть, статус есть, какое-то положение, но счастья уже нет. И вот эти новые вспышки творческие, они не приходят до тех пор, пока ты не отпустишь старое. Понимаете, это вот так работает в жизни. То есть тебе нужно освободиться, чтобы воспарить, чтобы твои крылья опять раскрылись, тебе нужно все камни поскидывать. И каждый раз, когда ты что-то создаешь, очень важно смотреть, чтобы там если бизнес гнил, надо его давно хоронить. Понимаешь? Хоронить его надо. Независимо ни от чего. То есть если ты чувствуешь, что скорее так ты начинаешь гнить уже в этом бизнесе, ты реально чувствуешь, что энергии все меньше, меньше, меньше. а новое вот тебя тянет в новое, а не приходит тебе новое, потому что ты держишься за старое. Поэтому здесь конечно важно не цепляться и потихонечку отпустить это, отдохнуть какое-то время и тебе потом откроется что-то новое. Понимаешь? Но ты не знаешь что, ум не знает что, понимаешь? Поэтому схемы и нет у жизни. Ты заранее не знаешь, что будет, но что-то будет точно. И вот в этом как бы весь вкус жизни, что тебе что-то откроется новое, а что неизвестно. Да. Но этот страх он ложный, потому что сама жизнь, сама природа жизни это творческий процесс, спонтанный творческий процесс. То есть жизнь так исходно создавалась и она продолжает эволюционировать и развиваться не по схеме, а спонтанно от момента. Понимаете? и ты по схеме ты не сможешь жить по схеме, потому что схема никогда не учитывает весь расклад того, что будет. Как это в жизни сделать? Никак не делать. Это не надо делать. Это уже твоя природа. Понимаешь? Да, тебе надо уволиться. Если ты где-то не можешь спонтанно жить, если ты работаешь где-то по схеме и зарабатываешь деньги, то там ты творчески не сможешь жить. Не, ну вот смотри, если ты приходишь на свою работу, и ты уже идешь, и ты чувствуешь тебя прет, и ты приходишь, ты садишься и в потоке что-то делаешь. И ты радуешься от этого. Тебе не надо давить себя. В принципе, у тебя там есть какие-то дела, что-то ты там примерно себе знаешь на день, но у тебя есть свобода, сегодня не сделал, можешь на завтра перенести, какие-то вещи можешь вообще не делать. Если у тебя такая работа есть, то пожалуйста, работай на ней. Есть профессии и ситуации, они есть, да, они есть. Вопрос не в этом. Вопрос в том, зачем понимаешь? Зачем они тебе? Ну, экстренная операция в медицине, да. Есть врачи от Бога, понимаешь? Которые вот в потоке всё это делают. Есть такие врачи. И только к таким-то и врачам и стоит тебе попадать. Потому что если человек не от Бога это делает, он там что-то наделает тебе. Знаешь, там зашьёт тебе щипцы какие-то забудет вынуть. А так как люди очень часто не от Бога, ну как, они не делают то, что от души идёт. Понимаешь? А делают потому что выгодно, потому что так научились. Ремесло уже начинается. Не искусство, не мастерство, а ремесло. Вот к таким людям не надо ходить. Они тебе наделают дел. Да. Творческие люди тоже. Это для них их призвание, понимаешь? Это их любимый процесс. Поэтому они этим занимаются совершенно иначе. Они мастера своего дела. Они как бы спонтанно всё это делают. Они очень часто сами не знают, как, знаешь, как многие говорят, что во время операции какая-то сила моими руками движет. Вот такие люди говорят, что это как не я делаю. Но это они просто, ну как, они не осознают, кто они подлинные. Они как раз вот та сила, которая двигает их руками. Вот это от Бога. Понимаешь? А когда ты ходишь куда-то и у тебя там схема и ты робот и тебе надо давить себя, то не своим делом ты занимаешься просто. Понимаешь? Ты не занимаешься своим делом. Это не твоё призвание. Как найти такое дело? Вот послушай меня внимательно. Очень просто. Оно само тебя найдёт, когда ты отпустишь вот эти свои все схемы жизни. Понимаешь? Вот когда ты отпустишь из своей жизни всё это по плану, к результатам, хочу, как я представляю, то тебе ничего не останется, как провалиться в то, что называется своим призванием. Бездельничать ты не сможешь. Бездельничать у тебя не получится. Когда ты перестанешь двигаться, как осёл за морковками, морковки тебе уже неинтересны будут, то ты как-то иначе начнёшь двигаться. А как? Ты начнёшь двигаться через чувства, через интерес от момента. Понимаешь? То есть более спонтанно начнёшь двигаться. Поэтому, чтобы перейти из жизни достигатора в жизнь креатора, тебе нужно просто распознать эти достигаторства как ложное. То есть вот эту попытку определить своё будущее и чётко идти по плану к какому-то определённому заранее будущему, тебе всю эту историю нужно распознать как ложное. Когда ты это начнёшь отпускать, то ты увидишь, что существует нечто подлинное. И оно как-то иначе происходит. Но как? Ты сразу не понимаешь. То есть это постепенно ты как бы заново настраиваешься сам с собой и видишь, как в детстве это было. В детстве это было спонтанно. Понимаешь? То есть походу что-то возникало. Ты не имел чёткого плана дня, не имел никакой точки Б в детстве. Но у тебя день проходил как-то. Понимаешь? И в детстве ты был радостный. Радостный. Потому что твой день проходил как-то неожиданно, спонтанно. Но так жизнь не работает. Вот это твоё предназначение, призвание, оно спонтанно раскрывается. Ты не можешь умом его заранее понять. Да. Чем больше ты действуешь как робот, тем сильнее ты засыпаешь в уме, в механизмах ума, и тем менее ты живой, и поэтому тем менее ты счастлив, радостен, чувствуешь свободу, наполненность, и поэтому ты меньше креативен. Поэтому достигатор не может быть креативным. Понимаешь? Он там убивает своё творчество. Чем сильнее он заходит в эти схемы, механизмы, тем меньше и меньше и меньше его творческий процесс. Всё становится рутинно, однообразно, и творчество всё меньше-меньше-меньше до тех пор, пока там вообще всё тупо не станет. И он уже сам оттуда найдёт какую-то причину, повод, как убежать оттуда. Потому что это будет полное страдание. Жить нетворческую, скованную, роботичную жизнь, это и есть ад. Понимаешь? Это ад, это страдание. А счастье это жить креативно, свободно, раскованно, без камней, без всякой схемы, чёткой, вот чёткий план, куда мы идём, жить от момента. И когда ты движешься от момента, это называется жить в потоке. Жить в потоке. Потому что ты ориентируешься не на ментальные представления на схемы, а ты ориентируешься на факты жизни. То есть ты отталкиваешься сразу от всех фактов жизни, которые перед тобой раскрываются в моменте. А что сюда входит? Твоё настроение, твоё состояние, окружающие тебя люди, окружающие обстоятельства какие-то. Когда ты живёшь откликом от момента, ты учитываешь всё это. А когда ты живёшь по схеме, у тебя чёткий план, как всё должно быть, ты учитываешь в первую очередь свой план. А вот на эти факты ты не обращаешь внимания часто. Пытаешься эти факты силой подогнать под свой план этот ментальный. А очень часто не будет подгоняться. Вся жизнь будет как бы, ну, тебе будет казаться, что вся жизнь против тебя. Что все обстоятельства, как закон бутерброда не складываются под твой план. Да это проблема не в том, что они не складываются под твой план. Проблема в твоём плане. Что твой план не сонастроен с планом Бога. Понимаешь? Не просто отключаешь голову, а просто перестаёшь заниматься вот этой ерундой. Жёстким планированием, жёстким целеполаганием, движением в какую-то мечту. Перестаёшь этим заниматься. Всё, распознаёшь, а не надо. Ну да, а как тебе исцелиться-то? Исцелиться, как тебе исцелиться? Если у тебя ум в одну сторону движет тебя куда-то в свою, тело у тебя что-то своё хочет, а душа лежит к чему-то третьему, да? Как тебе исцелиться-то? Тебе важно ну как бы всё это сонастроить вместе. А как сонастроить? Ты пойми, что тело, ну с ним обычно проблем нету. То есть проблема в уме всегда. То есть состояние ума, ум это как прослойка между духом и телом. Это некий серединный слой, да, такой. Вот этот инструмент, он сошёл с ума. Понимаешь, вот этот, ну он стал одержим какими-то идеями, ослеплён. И поэтому сигналы из центра, да, из духовного центра, всё время искажаются через этот вот инструмент и ну как и не реализуется. То есть как блокирование происходит. То есть твоя голова блокирует сердце и поэтому сердце не может реализовывать себя через тело. То есть у тебя как бы ты головой живёшь. И рано или поздно ты должен распознать это. Рано или поздно это распознаётся, что твоя голова это не твой капитан, это не ты. Ты думаешь, что ты голова, что ты твои мысли. Нет. Ты сердце, ты душа. И то, что ты чувствуешь, вот это самое важное. То есть то, как ты чувствуешь в моменте, как тебе откликается в моменте, это самое важное. А мысли просто должны продолжать то, как тебе откликается. А у тебя сейчас наоборот часто. У тебя голова забита, как всё должно быть, и тебе не важно, чувствуешь ты, что тебе хочется это или не чувствуешь. Вот у тебя есть план, схема к результатам, и ты действуешь. Понимаешь? Понимаешь? Люди привыкли к определённому алгоритму. Зачем ты мне это повторяешь? Я и так об этом тебе говорю. Отвыкай. Понимаешь? Отвыкай. Привык к алгоритмам. Тебя приучили просто. Знаешь, как собаку Павлова. Тебя дрессировали и выдрессировали. И ты теперь собака Павлова. Ты теперь живёшь по схеме. Вот как тебя там запрограммировали, как тебе рефлексы какие-то искусственные вложили. Всё. То есть рефлекс какой? Морковка спереди, тележка с камнями сзади. Только так. Понимаешь? Я тебе говорю, не надо, не надо. Ты как бы... Вот эти все дрессировки как бы запрограммированы с детства. Это было ложное. Понимаешь? Это как бы... Ну как? Многие вещи там тебе были просто навязаны, ты согласился с ними. Они не являются твоими. Они мешают тебе свою жизнь, своё предназначение проживать. Понимаешь? Вот этот свой спонтанный танец жизни. Поэтому, ну, что ты мне говоришь? Люди, ты, 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 ты. Какая разница? Мы не говорим о людях, мы говорим о тебе. Понимаешь? Вот конкретно о тебе. Ты живёшь в схеме, по плану, в направлении результата. Я тебе говорю, просто даю тебе простой месседж. Там ты счастье потеряешь. Там ты счастье не найдёшь. Никогда. А ты почему можешь сейчас сопротивляться? А я всё-таки верю, что я достигну какой-то счастья там, и там всё будет хорошо. Понимаешь? То есть религия. Ты веришь. Ты веришь, что вот через вот это вот планы, цели и мечты ты к чему-то там придёшь. А я тебе говорю, не придёшь. Понимаешь? Я проверил. Я 15 лет это проверял в своей жизни и увидел, не придёшь ты ни к чему. Ты придёшь к деньгам, к результатам, только счастье ты там потеряешь. Понимаешь? Потому что счастье, оно уже твоё, его не надо достигать. Его важно не терять. Оно приходит из сердца. То есть счастье приходит из сердца, когда ты живёшь по душе, по сердцу. Когда ты живёшь, как ты искренне чувствуешь. Когда ты реализуешь себя подлинного, а не какие-то программы, прошлые программы, что тебе там запрограммировали, нагипнотизировали, нарекламировали. Понимаешь? Вот эта вот реклама вся, этот гипноз и жизнь по схеме, она и есть причина твоего несчастья. То есть дело не в том, что у тебя чего-то нету, что ты не достиг. Когда все религии отомрут за ненадобностью. Можно тебе... Я тебе не буду отвечать на этот вопрос. Задам тебе такой вопрос. Какое тебе дело до этого? Вот я тебе ответил на этот вопрос. Как это поменяло твою жизнь? Что делать? Понять. Понять то, что я говорю. Вот что понять? Первое. Ты не можешь достичь счастья. Это невозможно. Тебе нужно принять это. Понимаешь? Рассмотреть это и понять. Ты не сможешь никогда достичь счастья. Это невозможно. Это первый момент. Второй момент. Счастье уже твое. Это состояние души. Счастье уже твое. Это состояние души. Когда ты живешь, как искренне хочешь в моменте. Не как надо жить. Не как правильно жить ради результата. А как ты хочешь искренне. Это второй момент. Третий момент. Все твои представления о будущем. Планы. Ну это просто инструмент реализации твоего подлинного вот этого хочу. Интересно сейчас. То есть с планами нет никакой проблемы. С твоими образами никакой нет проблемы. Пока они продолжают твое счастье. Здесь и сейчас. Но если у тебя стоит выбор в моменте. Да? Следующий момент. Как бы если у тебя сейчас стоит в моменте выбор. Делать то, что я искренне хочу. Или не делать то, что я искренне хочу. Но получить результат. Тебе не нужно на это искушаться. Понимаешь? Тебе нужно делать целостно, честно. Именно то, что ты искренне сейчас. Чувствуешь как интересный творческий процесс для себя. Это возможно. Только если ты выйдешь из этой жизни постепенно. Где ты все время делаешь надо, должен, обязан. Ради чего-то потом. То есть, чтобы туда попасть. Нужно отпустить это. Постепенно. Просто поняв, что там ты не можешь. Вот это первое счастье. Ты не можешь там получить. Ты можешь получить там деньги. Признание какое-то. Временное. Временные деньги. Какие-то временные достижения. Ты можешь получить. Вот в этом надо, должен, обязанно. Ради результата. Но счастье ты там не можешь получить. Понимаешь? Поэтому жизнь по душе. Это не достижение счастья. Это практика счастья. Это когда ты счастье, свободу, вот эти все моменты переживаешь как самое важное для себя. На тебя влияет только то, с чем ты соглашаешься и во что ты веришь. Если ты больше с чем-то не соглашаешься и не веришь в какие-то слова других людей, в слова каких-то религий, они на тебя больше не могут влиять. Единственное, почему это на тебя влияет, потому что ты с этим согласился и веришь в это. Во что ты веришь, то ты и получаешь. Я тебе говорю, давай поверь в другое. Ты можешь жить и общаться с огромным количеством нормальных людей, и они тебе могут говорить какие-то нормальные вещи. Ты можешь верить в эти нормальные вещи. Но следуя этим нормальным вещам, ты можешь обнаруживать, что ты несчастен. Ты как бы, вот вроде ты веришь в это все нормальное, живешь как все, куда-то бежишь в завтрашнее счастье. Но сейчас несчастный, но ты веришь в это. Я тебе говорю, слушай, а давай посмотрим в другую сторону. Вот давай предположим, что они заблуждаются. Давай предположим, что это массовое невежество. И что существует на самом деле какая-то другая жизнь, твоя подлинная жизнь, где ты не бежишь к какому-то счастью завтра, а сейчас счастливый. Радуешься здесь и сейчас от самого опыта жизни. Живешь творчески, не скованно, никому ничего не должен. Не веришь ни в какие слова по поводу тебя, что тебе подходит, что тебе не подходит. Укоренен сам в себя, в своих чувствах, в своем потоке. То есть в себе подлинном укоренен есть такая жизнь. Ты можешь сейчас довериться этим словам и попробовать как-то иначе. Вот так как все, ты уже долго пробовал, что-то у тебя пока, судя по всему, не очень получается. А вот я тебе говорю, а попробуй как-то иначе. Понимаешь? Вот и весь прикол как бы. Что пока ты живешь как все, пока ты нормальный, ты будешь иметь нормальный уровень счастья, если это можно назвать счастьем. А это несчастье. На самом деле это несчастье. То, в чем находится масса, основная людей, это несчастье. То есть даже кому-то должен, в смысле должен. Если ты должен деньги, отдай их. Но если тебе кто-то говорит, что вот ты Вася, он Петя. И Петя тебе говорит, Вася, ты должен себя вести так-то, так-то и так-то, то в этот момент ты можешь сказать, Вася, спасибо за твою точку зрения, но я сам знаю и чувствую, как я хочу себя вести. И если тебе не нравится, ну вот я себя как-то веду, тебе не нравится это, ну это твоя проблема, и ты можешь со мной просто не общаться. А если нравится, вот с таким, какой я есть, давай с тобой общаться. Понимаешь, но ты не должен подстраиваться под Васю. То, что ты пытаешься под всех подстроиться, ты становишься от них следствием. Ты пытаешься типа понравиться всем людям, быть хорошим. А это невозможно. У каждого человека свои идеи по поводу хорошести, и он пытается тебя вылепить под свои идеи. И если ты будешь подстраиваться под идеи других людей, ты с ума сойдешь просто. Конечно, да, начнутся проблемы. У тебя просто изменится твое окружение. Не проблемы начнутся, а ты не сможешь общаться с теми людьми, которые пытаются тебя вылепить под себя. Понимаешь, да? У тебя начнутся проблемы с семьей? Скажи мне, пожалуйста, а как ты сейчас оцениваешь свою жизнь? Семейную? Вот посмотри, это не скончаемый поток каких-то проблем и конфликтов. Действительно ли там царит любовь и взаимопонимание в большей степени? Идеально это не бывает. Но вы любите друг друга, понимаете хорошо друг друга? Заботитесь о друг друге без всякого навязывания чего-то кому-то? Есть ли там такие достаточно целостные, гармоничные отношения? Если есть, ну и супер, и отлично, я рад за вас. А если там все время царит конфликты, страдания, мучения, насилия, претензии, попытки кого-то вылепить под себя, ну это уже немножко другая история. И я здесь могу тебе задать вопрос, а зачем тебе это все? Ты мазохист или садист или что? Что-то садомаза или как это? Понимаешь, ты можешь жить в таких отношениях. Вот смотри, ты можешь жить нормальную жизнь, ходить на нелюбимую работу, жить с какими-то людьми, с которыми у тебя нету настоящих отношений честных, искренних. Все привычно, все инертно, все сложилось, все такой велотекущий процесс, какие-то конфликты, плохо себя чувствуешь, и ты живешь в этом. Вот у тебя такая жизнь. Ну если она тебя устраивает, ну я рад за тебя. Но мы говорим здесь о другой жизни, что ты можешь другую жизнь проживать. Ты можешь проживать ту жизнь, которая тебе от природы и дарована. Понимаешь? А это же счастливая жизнь, свободная жизнь. Ты там живешь по сердцу, честно, искренне общаешься с другими людьми, живешь в любви. Понимаешь, да? Ну вот. Выбирай. Просто если, мы же говорили вот в одной из недавних трансляций о гомеостазе, да, что у людей складывается какая-то привычная жизнь, гомеостаз. И этот гомеостаз, он сам себя удерживает. То есть он как бы пытается сам себя поддержать. Баланс какой-то там уже сложился. И выход из этого гомеостаза никогда комфортный не бывает. Это всегда как бы, ну, что-то приходится отпускать из своей жизни. Какие-то вещи, которые не приносят счастья и вызывают одни конфликты и страдания. Какие-то рутинные вещи, да, однообразные, которые лишены жизни. Но как ты их сохранив, можешь вернуться в измерение полноценной счастливой жизни? Ну, невозможно. Они как раз тебя всё время и как бы обесточивают. То есть есть люди, есть обстоятельства, есть огромное количество вещей в твоей жизни, которые просто обесточивают тебя. То есть ты там не проживаешь себя, и поэтому у тебя такой внутренний конфликт постоянно. То есть всё время не хочется, но надо. Не хочется, но надо. И ты вот живёшь в этом, не хочется, но надо. И это очень, это внутренняя борьба. То есть где-то ты внутри не хочешь, но какая-то внешняя, инертная, привычная эта часть, она тебя заставляет по инерции делать что-то. И всё время происходит борьба. Так вот я тебе говорю, что есть измерение жизни, где этой борьбы больше нету. Ты просто, если искренне, вот всё лучше сам себя чувствуешь, если искренне что-то не хочешь, сразу говоришь, ну, не хочу и всё. Всё, не надо тебе заводить новые знакомства. Дело не в том, что у тебя не хватает знакомств. Видишь, ты опять думаешь, что проблемы какие-то снаружи, что тебе что-то там найти, надо к тебе прибавить. Нет, проблемы не вокруг тебя. Блин, так пересвечивает, жуть. Что-то надо придумывать с этим. Видите, да? Хопа, вот так нормальный свет для камеры. Что так мне поставить? Так что, ребят, давайте подытожим. Когда вы живёте по схеме, по плану, и всё пытаетесь упорядочить, вот именно так, как вы представляете, в этом вы найдёте результаты, но счастья вы в этом не найдёте. Жизнь исходна, у неё свой порядок, но какой ум об этом не знает заранее ничего. Всё целостно. Знаете, как жизнь — это целостный организм, и ум, этот маленький ум, он никогда не знает весь расклад, что будет завтра, например. Поэтому любые эти планы ума вот эту целостность смешат. Понимаете? То есть, ну, поэтому в народе и говорят, что когда человек какой-то строит планы, то Бог громко хохочет. Как бы, да? И вот вы должны понять, что вы не можете построить своё счастье, вы не можете построить любовь, вы не можете построить свою свободную счастливую жизнь. Потому что её не надо строить, она сама выстраивается от момента. Когда вы живёте от момента, а не по схеме, не по плану. Когда вы распознаёте, что все эти планы, все эти визуализации по поводу будущего — это очень такая второстепенная сервисная вещь. То есть, не надо к ним привязываться, не надо накачивать значимостью эти все картинки. Да, вы можете что-то предположить по поводу завтрашнего дня, но жить надо сердцем, чувством своим, понимаете, потоком. И доверять тому, как спонтанно случается жизнь в моменте. Вот вы утром проснулись, и вы, если вы доверяете моменту и тому, как жизнь спонтанно идёт, вы увидите, что она будет как-то сама выстраиваться. Если вы в этом будете жить, вы уже спустя время будете оглядываться, вот как гигамм часто говорит, и видеть, что это и есть счастье. То есть, это и есть счастье, когда вы живёте от сердца спонтанно, в творческом процессе, и ничего не достигаете больше. Хотя при этом вы можете иметь какие-то образы будущего, но, в принципе, у вас никакой значимости и никакого накачанного счастья в эти образы нет. Понимаете? То есть, это просто мысли в уме и всё. Они могут помочь вам что-то реализовать. Я могу в творческом процессе подключать своё воображение, когда меня прёт, и это воображение мне помогает, этот творческий процесс оформить во что-то. Но это всего лишь то, что спонтанно происходит в моменте. У меня нету чётко вот этого образа, к чему я иду завтра. Нету его. Понимаете? Меня не интересует, к чему я завтра приду, потому что я живу всегда здесь и сейчас. Когда вы это поймёте глубоко, вы тоже поймёте, что это очень просто. Это самое простое, что может быть. Это дзен. То есть, это простота жизни, когда ты... Если ты пьёшь чай, то ты пьёшь чай. Если ты ведёшь трансляцию, то ты ведёшь трансляцию. Ты не думаешь о будущем, ты не думаешь о прошлом. Ты просто делаешь то, что ты любишь сейчас, и всё. И вот если ты живёшь в этой любви и доверяешь ей, ты увидишь, что всё остальное будет в этой любви само рождаться и строиться автоматически. Чудесным образом. Но люди этого страшно боятся, и боятся отпустить вот этот контроль ментальный, эти свои достигалки, и довериться этому потоку. Этот поток — это и есть то, что называют Богом. Понимаете? А то, что строит Бог в вашей жизни, это и есть то, что самое шедевральное, самое гениальное, самое сбалансированное. То, что идёт от Бога. Понимаете? То, что идёт от Бога, оно всегда приводит вас туда, куда надо. А то, что от мозгов идёт, от лукавого, иначе говоря, от вашего искушения какими-то картинками, оно ведёт не туда всё время. Поэтому как бы круги ада начинаются, какие-то вот мучения с этим всем. Понимаете? А вам нужно вернуться в рай, то есть вернуться к Богу в себе. Понимаете? Довериться заново вот этой спонтанности, непредсказуемости жизни, когда вы живёте и не знаете точно, как будет дальше. Но и в этом весь прикол. Потому что Бог знает, как будет дальше. Понимаете? Это и есть прийти к Богу, довериться, поверить в Бога. Потому что Бог знает лучше, чем ты, что должно быть в твоей жизни, чтобы ты был радостный, счастливый, и чтобы всё было хорошо. Ну, нас как бы искусили и постепенно увели из этого райского сада. Понимаете? Запретный плод. Скушали запретный плод. Что это за запретный плод? Я знаю, как будет дальше. Я точно знаю, как будет дальше, где я буду счастливый. Вот, вы искусились на это, сожрали его. И всё время кушаете, кушаете, кушаете отравленные эти плоды. Поэтому страдаете. А рай – это повесить этот плод обратно, и всё, и не трогать его. Я не знаю, что будет дальше. Я могу, конечно, предполагать, но живу я сердцем, живу я от Бога, от души. И как Богу будет угодно, так и будет угодно. И когда вы начнёте этому доверять и жить оттуда, вы увидите, что то, что угодно Богу, вас радует сильнее всего. У вас радость на душе, на сердце. Вы наполнены, счастливы. Нужные люди придут в вашу жизнь, Бог их приведёт. Ненужные люди уйдут из вашей жизни, Бог их отведёт. Понимаете? И всё как бы гармонизируется, всё станет на свои места. И вернётесь вы в райский сад, и будете жить в раю. Не достигая какой-то придуманный рай завтра, а вы уже в раю. Понимаете? Вот в этом-то и прикол. Все пришли в рай, и всё воображают, где начнётся настоящий рай. Да это и так и есть. Это не звучит. Понимаешь? Но это полное доверие моменту. Полное доверие моменту. Вот как идёт, так и идёт. А как должно быть-то? Как должно идти сейчас? Вот любая мысль, как должно быть, это уже ум. Ты имеешь сейчас то, что имеешь. Ты находишься в фактах. У тебя идёт проживание какого-то опыта. Да? Но ты всё время как бы автоматически сравниваешь, насколько этот опыт, который с тобой происходит, соответствует с твоими визуализациями, какими-то идеями, как всё должно быть. И пока ты видишь, что не совпадает, ты страдаешь. А когда совпадает, ты начинаешь радоваться. Так это очень редко происходит. Эти визуализации, они нескончаемы. Чтобы твой реальный опыт соответствовал с тем, как ты представляешь. Это крайне редкая ситуация. Когда ты перестаёшь придерживаться этих визуализаций и понимаешь, что вот это моя жизнь, вот как она идёт сейчас, так идёт. Что могу, то делаю, что не могу, просто проживаю. Просто ну вот так и всё. Понимаете? То есть нет претензий больше. Нету амбиции. Нету каких-то вот, что должно быть иначе, чем есть. И схожу всегда из того, что есть. Понимаете? Вот в этом вы найдёте счастье постепенно. Там оно. Но это не такое счастье, как вы представляете, что всё время радуетесь, так вот, знаете, там хихихаха, как Армен говорит, там хихихаха всё время. Нет. Другое счастье. Блаженство бытия, блаженство проживания. Безусильной, спонтанной, творческой жизни. Душа — это ты. Это ты. Это тайна. Это то, что не имеет формы. То, что находится за пределами форм. То, в чём находится пространство, энергия, материя, время. В этом находится. Это ты. Но ты не являешься ни энергией, ни пространством, ни материи, ничем этим. Ты как зеркало, которое всё это отражает просто. Вот эти отражения в зеркале, они не являются зеркалом. Так же и ты. То есть ты фактически сама среда, в которой происходит этот опыт. Поэтому какой бы опыт ни был, положительный, негативный, ты его просто проживаешь в любом случае. Но в твоём уме может быть такое состояние, которое, когда начинается какой-то опыт, например, негативный опыт, болезненный опыт, твой ум распознаёт это. Ага, это негативный, болезненный, сейчас мы будем от него убегать. И чем сильнее ты от него убегаешь, тем он накапливается больше, и потом он тебя настигает. То есть твой ум может раскачивать инь-янь, как бы, да, например, хочу только в яне жить. Хочу и жить, и только чтобы у меня было позитивно, всё радостно, легко, да. И в этот момент, когда ты провозгласишь вот этот янь как своё счастье, и разделишь своё, ну как бы, разделишь своё, тотальное счастье проживание всей жизни, такой, какая она есть, на половины, и будешь гоняться за одной половиной, вот чем сильнее ты эту половину пытаешься прожить, тем сильнее увеличивается вот эта половина. То есть чем сильнее ты хочешь задерживаться только в белой полосе, и вот твоя полоса ты искусственно пытаешься расширить, расширить, расширить и задержаться там, в этот момент ты уже не понимаешь, но уже начинает нарастать чёрная полоса. И потом, когда ты уже не сможешь удерживаться в белой, она тебя накроет. Она тебя накроет по полной, и там ты почувствуешь, что такое чёрная полоса. Мало не покажется. И я тебе одну простую вещь объясняю, не раскачивай. Вот у тебя идёт белая полоса, чёрная, белая, чёрная. И то, и то твоя жизнь. Проживай тотально и тот опыт, и тот. Не имей схемы жизни, как тебе правильно проживать. Не надо иметь схемы, потому что любая схема твоя – это попытка убежать в янь, в белый опыт. Если ты рассмотришь все свои мечты, цели, твоя попытка убежать только в позитивное и избежать негативного. Но негативное – это тоже часть жизни. Если ты будешь от него бегать и не будешь его проживать, оно будет копиться и потом тебя накрывать. Это будет твоей кармой, которая будет тебя накрывать. И ты потом, ну, мало тебе не покажется. Я тебе объясняю простую вещь, что когда ты это понимаешь и перестаёшь раскачивать лодку жизни, ты спокойно проживаешь и позитивный опыт, и негативный опыт. Но когда они проживаются естественно, без борьбы с ними, у тебя не накапливается много негатива, и поэтому тебя это не накрывает сильно. Поэтому ты легче проживаешь весь этот опыт неприятный, то, что ты называешь неприятный, болезненный опыт. Он легко, с лёгкой душой проживается. А когда ты всю жизнь бегаешь за позитивом от негатива, этот негатив, он копится и тебя настигает, настигает, настигает. И поэтому ты всё время видишь, что твоя жизнь — это страдание, мучение и жопа какая-то. И это будет с тобой происходить, пока ты не распознаешь, что делает твой ум. А ум, он, ум, вот я напоминаю, диабло, да, двойственный, он делит целостность жизни на два, определяет, что это негативное, это позитивное, и пытается выбрать только позитивное и зафиксировать его. Этот механизм порождает твои цели, твои планы, твои мечты. Просто это дьявол, понимаешь, это диабло, искушающий тебя механизм. Ты думаешь, что жизнь может быть только позитивной. Ты думаешь, что можно разделить жизнь как бы на отрицательное и положительное, и иметь в своей жизни только положительное. У тебя ничего не получится. Ничего не получится. Жизнь — это инь и янь. Это и то, и другое, это две силы. У тебя будет и негативный опыт, и позитивный опыт. У тебя будут негативные эмоции и позитивные. Проблемы нет, пока ты не застрянешь в чём-то. Не надо себя сравнивать. Ты спонтанен, непредсказуем. Вчера нету этого вчера, понимаешь, нету. Вчера, вот как только ты полез, какой я был вчера, это уже мысли. Ты вспоминаешь мысли о том, что было вчера. Да его нету, это просто твой ум запоминает картинки. В твоём уме есть такая функция запоминать моменты изменения. Это полезная штука, пока ты не пытаешься взять эту картинку из мёртвого этого опыта и повторить её здесь и сейчас. Понимаешь? Привести себя настоящего, непредсказуемого, спонтанного в какой-то прошлый мёртвый опыт. Понимаешь? Ну да, память, она не для этого существует, чтобы ты повторял её всё время. Она не для этого существует. Она существует, чтобы ты помнил, что было и всё. Но тебе не надо брать себя прошлого, вызывать эту картинку, представлять, какой ты был и пытаться в неё влезть. Понимаешь? Нет такой необходимости. Ты непредсказуемый. Твоя душа, ну неправильно, ты как душа, твоё сердце, это спонтанная вещь. Вот оно рождается в моменте как-то и всё. А как ум не знает, он уже потом узнаёт. И ум, он и не должен знать, он просто должен это продолжать. Вот продолжать. У тебя есть сейчас настроение сесть и что-то сделать? Ну садись и делай. Но если у тебя нет сейчас настроения что-то садиться и делать, как ты можешь посадить себя и начать это делать? Только из-за состояния ума, который хочет что-то там вот достичь, что он себе представляет. А если тебе не надо ничего больше достигать, как ты представляешь? Как ты можешь делать то, что ты не хочешь от души сейчас? Не можешь. Поэтому это и называется осознанность, растождествлённость с картинками ума, с мыслями. Ты просто распознаёшь мысли как мысли и понимаешь, что нет необходимости обязательно придерживаться этих мыслей. Есть более глубокий уровень, он проявляется, спонтанно раскрывается. И он и является тобой, твоим подлинным намерением, интересом, желанием. Вот он и требует реализации. А все эти картинки, это всё замечательно, когда они продолжают этот уровень. Но если с тобой случилось омрачение, и ты погряз в этих картинках, и эти картинки начали тебя искушать и управлять твоей жизнью, это и называется жизнь по уму. Это омрачение, ты находишься в искушении как бы. И ты не понимаешь, не распознаёшь эту фишку, что это просто тебя уводит от твоей подлинной жизни. Вот такая история. Как научиться ясно мыслить и излагать. Зачем? Вот ты научился ясно мыслить и излагать. Чтобы что? Вот ты учишься и делаешь это, учишься. Чтобы что в конце концов? Убеждать. Зачем кого-то убеждать? Зачем мне кого-то в чём-то убеждать? То есть убеждение это что? Мне надо навязывать кому-то свои идеи, инвестора. Ну вот видишь, ты опять выгоду какую-то ищешь. Ты опять стремишься к чему-то. Ты опять живёшь мозгами. Не, учиться нужно. Ты будешь естественно обучаться, Люба, тому, что ты любишь. Там, где ты любишь, там, где тебе по душе, ты не сможешь не обучаться. Это же тебе нравится этим заниматься. Ты будешь там изучать что-то естественно. Не нужно вести аскетичный образ жизни. Не нужно аскетичный. Просто важно понимать, что является твоими подлинными потребностями. Что тебе реально надо. Что тебе реально действительно нужно для твоего выживания. А для твоего физического выживания тебе нужно очень немного. Тебе нужно где-то жить, что-то кушать и всё. В принципе и всё. А всё остальное, ну, если ты по душе что-то хочешь делать, делай. Если тебе в том, что ты делаешь по душе, придут большие деньги, ну и пусть придут. Но ради этих больших денег жить не по душе, не надо этим заниматься. Желать себе что-то получше и покрасивее нельзя. Не, ну если у тебя есть возможность, то есть вот ты, например, у тебя уже есть деньги, и ты идёшь в магазин, ну или проходила мимо магазина, и тебе понравилась какая-то вещь, откликнулась. Ну купи. Ну если ты шла мимо магазина, и тебе понравилась какая-то вещь, а денег у тебя нет, и ты ради этой вещи, ради этих денег идёшь туда и занимаешься тем, что ты не любишь, это совсем другая ситуация. Понимаешь разницу в чём? Вот это как бы омрачение уже. То есть ты омрачена каким-то образом, объектом, и ради этого предмета ты готова жить не по душе. Продавать свою свободу, счастье и радость ради денег, чтобы купить себе эту игрушку. И типа чуть-чуть себя порадовать. У меня нет машины. Зачем? Не, ну может если она мне потребуется, то она появится. А так я не вижу необходимости. Я так люблю, ну если нужно на такси поехать. Это намного удобнее, намного проще. И намного менее гимора с этим. Не надо ухаживать за этой машиной, не надо денег много на это тратить. Вызвал такси, тебе приехали, отвезли. Ты сидишь себе, наслаждаешься, тебя везут. Не надо париться ни о чём. Ну что, какие-то вопросы ещё будут? Многие желания просто, они иллюзорны. Они не нужны, понимаешь? То есть ты что-то хочешь, а подлинной потребности в этом нет. Например, тебе нужна машина, а ты себе покупаешь какой-то дорогущий Мерседес. Тебе не нужен этот дорогущий Мерседес. В принципе, ты можешь найти намного более дешёвые машины. Но если тебе реально эта машина нужна в жизни, ты без неё жить не можешь. У тебя там как-то связана жизнь с этим. Например, человек живёт в деревне. Я не успел прочитать твой вопрос, извини. Повтори, пожалуйста. Вот есть люди, живут в деревне, им нужна там машина. То есть они отдалены от магазинов и так далее. То есть там машина – это потребность. Но не обязательно для этого покупать супердорогую машину. Она должна ездить, она должна быть удобной, комфортной, исполнять свои функции. Когда ты покупаешь себе супердорогую машину, это понты. Это социальная уже хрень навязана. Это статусы, это понты и так далее. Это уже эго. Это уже эго. А для тебя не нужно это. Для эго нужно, чтобы самоутверждаться, кому-то что-то доказывать, выделяться. Вот это нужно как бы. А для души не нужно это всё. Есть ментальное, астральное тело. Какие ещё тела есть? Есть тело ментальной маструбации, которым ты захвачен. И оно тебя всё время маструбирует на всякие темы. Каких-то тел там. Мы не об этом говорим. Понимаешь? Тебя захвачивают какие-то идеи, и ты всё, о, вот какие тела там, астрал, ментал. Это всё голова просто. Как это связано с твоей жизнью конкретной? С конкретными твоими моментами здесь и сейчас. Опять не успел прочитать. Ты можешь сидеть и маструбировать просто. Вот знаешь, так, ментально. А в это время идёт твоя жизнь. Но социум не одобряет. Да какой тебе? Нет, вот какое мне дело, одобряет меня социум или нет? Какое мне дело до этого? Я что, 100-долларовая бумажка, чтобы всем нравиться? Кому-то я буду нравиться, кому-то не буду. Так всегда будет. Есть люди, которым я буду созвучен и резонировать буду. Есть люди, которые никогда меня не смогут понять. Как остаться с этим? Это не состояние, это понимание. Это не состояние, это понимание. Ты просто в какой-то момент понимаешь, всё, бежать в какое-то завтрашнее счастье смысла нет. Вот моя жизнь, всё сейчас, живу откликом от момента, ничего не достигаю, никуда не спешу и живу, как живётся. Всё. Проваливаюсь и доверяю в этом настоящее всё. Как мне по душе, так живу. Как мне по душе, не живу больше. Всё. И неважно, что там, кто думает, что говорят. Невозможно. Вот у тебя что-то будет получаться где-то, а если ты привяжешься, знаешь, как люди, там, я знаю, что будет завтра. И они верят в то, что у них есть такая возможность. Потом в какой-то момент у них как жизнь им подыгрывает, и они типа, типа знают, да. И вот когда они укоренятся в этом знании, что они-то уже точно знают, что будет завтра, в какой-то ключевой момент, когда они понадеются на то, что они знают, жизнь им покажет, что они ничего не знают. Их такая подстава произойдёт, и они заплатят за это так, таким страданием, что мало не покажется. Поэтому тебе не надо знать, что будет завтра. Тебе достаточно того, что сейчас. Тебе важно знать, что сейчас. Тебе по душе. Когда ты этого... Как бы этого знания достаточно. Оно истинное. Понимаешь? Потому что ты оперируешь фактами. Не мыслями, не домыслами, а фактами. В настоящем моменте тебе все факты доступны. Чувства, обстоятельства. Ты видишь всё как есть. И тебе этого достаточно, чтобы понять, что подходит, что не подходит. И когда ты начинаешь оперировать будущим и слишком укореняться в этом, ты оперируешь мыслями, не фактами, предполагалками своими. Эти предполагалки, они никогда не смогут тебе дать точную картину по поводу будущих фактов, будущего расклада. Поэтому важно жить от расклада, от фактов, от момента. В моменте ты всё видишь как есть, а заранее ты ничего не видишь. Если по банкротству долги спишутся. Нет. Нет. Сейчас я про долги. Вот почему, если я договорился с кем-то в четверг попить чай. И вот наступает четверг, и вот наступает этот момент, и тебе уже пора ехать к этому Васе, пить чай, а ты что-то чувствуешь, что-то мне как-то хотелось бы дома побыть, кино посмотреть. Понимаешь, вот реальная ситуация. Постоянно. Вот как я улетал сейчас, да, я до последнего момента не знал, когда я полечу. Что-то как-то вот непонятно, то оставаться, то не оставаться. А в последний момент, бац, и всё понятно, всё, важно лететь. Вот как-то оно вырисовалось в последний момент. И я вчера приехал в Домодедово и купил билет уже прямо перед рейсом. Ну такое, у меня такое иногда бывает. А иногда заранее понятно, иногда заранее уже чувствуешь, что да, вот туда имеет смысл. То есть нет схемы. Понимаешь? А по поводу долгов я скажу так, что если ты должен каким-то людям, если ты взял их деньги, если ты взял у кого-то деньги и не отдал их, то ты всё равно это как-то отдашь. Даже если по банкротству это спишется, жизнь найдёт способ, как с тебя это забрать. Потому что ты нарушил поток, баланс потоков, равновесие нарушил. Ты что-то хапнул, как бы, и не отдал. Понимаешь? А жизнь так устроена, равновесные силы. Они всё время уравновешивают всё. Поэтому так или иначе, как ты это отдашь? Лучше деньгами. Понимаешь? Как евреи говорят, что Господи, спасибо, что взял деньгами. Потому что если не деньгами, то ты можешь заплатить чем-то посерьёзнее. Здоровьем там или ещё чем-то. Или здоровьем близких своих. или какими-то проблемами в жизни. Понимаешь? Поэтому лучше деньгами отдать. Ладно, будем на этом завершать. Обеспечение семьи и детей зависит от заработка. Необходимо стремиться зарабатывать больше. Слушай, мне каждую трансляцию приходят и говорят это. Вот давай так посмотрим. Давай так посмотрим. Вот вы все такие обеспеченные, да? Все кушаете, но все несчастны. Вот представь такую ситуацию. Вот вы все обеспеченные, сытые, да? Но счастья в этом нет. Живёте в надо, должен, обязан. А посмотри на свою жизнь. Ты не так разве живёшь? Ты живёшь там в радости? Ты живёшь наполненно? Ты не скован в этих отношениях? Если ты счастливо живёшь и зарабатываешь деньги там, где ты счастлив, да пожалуйста. А если ты зарабатываешь деньги там, где надо зарабатывать, и приходишь и делаешь в семье то, что надо делать, да как ты можешь там счастлив быть? Объясни мне, пожалуйста. И зачем это тогда всё? И какой смысл в том, что ты меня спросил сейчас? Ну счастлив на 10%? Хорошо. Вот ты счастлив сейчас на 10%, ты находишься в своём гомеостазе. У тебя счастье 10% от этого. Ты ходишь на нелюбимую работу, что-то делаешь постоянно, то, что не хочешь делать. Зачем тебе всё это? Объясни мне, пожалуйста. Потому что ты должен. Я не против семьи, ты пойми, что я не против семьи. Семья, да. И что? Семья. И что? Семья. Это что? Твоё наказание? Ты общаешься со своей женой и со своим ребёнком, потому что это твоё наказание? Ты сам себя обрёк на эту каторгу? Или что? Или семья должна быть продолжением твоего счастья и радости? Ты каторжник, что ли? Я не... Это счастье? Нет, ну если у тебя там 10% счастья, извини, это не счастье. Счастье это 100% счастье. Понимаешь? Когда ты радуешься от всего, что ты имеешь. Слушай, если ты ещё раз напишешь такое, я хочу 16-летнюю блондинку, ты останешься в стоп-листе. И больше на мои трансляции не придёшь. Если будешь писать глупости какие-то, ну, забаню тебя и всё. Проценты – это уже другой момент. Главное, чтобы ты вернул то, что ты должен. Выход. Ну, вот смотри, пока ты должен, в любом случае, ты будешь делать надо, должен, обязан. Пока ты должен, будет надо, должен, обязан. Поэтому выход в свободу, ну, он как бы связан с тем, что ты отдаёшь все долги. Эти все долги отдаёшь и отпускаешь всё это из своей жизни. Слушай, я не банкир, я не знаю твоей ситуации. Понимаешь? Я не знаю, что. Я знаю одно, что живи по средствам. Не бери в долг. А если в долг взял, отдай долг и забудь, и больше не бери. Живи от момента, как у тебя получается. Карма — это не совсем это. Карма — это когда ты живёшь против себя и против жизни, опираясь на свои выгоды, на свои планы. Понимаешь? Вот это карма. То есть, когда ты сам себя не живёшь, не живёшь по душе, не живёшь целостно, то все эти нецелостные поступки приводят к карме. Что посеешь, что пожнёшь. Слышал такое? Это же не новая какая-то информация. Если ты в любви что-то делаешь, то ты сеешь любовь. Но любовь, она не обязательно добрая. В любви можно и гаркнуть, знаешь, там что-то сделать. Это тоже в любви можно. Просто как? Схемы нет. Вот об этом трансляция. Схемы нет. Понимаешь? Ты мне задаёшь вопрос, ты что, хочешь схему понять? Я разрушу все твои схемы. Всё, что ты узнаешь и провозгласишь это так, я разрушу. Я здесь для этого. Для того, чтобы разрушить все твои планы, все твои, как должно быть, как правильно. Чтобы ты провалился просто в отклик от момента. Понимаешь? И увидел, что этого достаточно. Заранее не надо знать, как правильно. Ты создаёшь свою карму как раз тем, что ты пытаешься понять, как заранее будет правильно действовать. Вот попытка действовать правильно по схеме это и есть твоя карма. То, что создаст карму. Когда ты перестанешь действовать по плану и по схеме, ты увидишь, что ты просто вот как-то действуешь от момента, ну, по душе действуешь, да, и против себя не делаешь что-то, целостно действуешь. Но заранее как неизвестно. Но вдруг ты обнаружишь, что это тебя не отяжеляет, как бы, да. То есть, ты в ходе такой жизни не набираешь камни, иначе говоря. Вот это и есть отсутствие кармы. То есть, ты не попадаешь в ловушки, не попадаешь в какие-то надо, должен, обязан, не сам на себя не навешиваешь какие-то вещи. Вот это как бы отсутствие кармы. А когда ты хочешь по схеме к результату какому-то, всё, это неизбежно, это и есть карма. Карма это действие ради результата. Понимаешь? Буквально там санскрита примерно так переводится. Действие ради плода. Карма. То есть, действие ради плодов. Ради представляемого завтра. То есть, ты бегаешь в колесе сансары за иллюзией. Вот эти все картинки завтрашнего дня, когда ты в них веришь, это и есть твоя иллюзия сансара. Ты как дух спишь в картинках. Пока ты за ними бегаешь, пытаешься их реализовать, ты крутишься в колесе сансары в карме. Как только ты понял, что это бессмысленные процесс, ты выпадаешь в настоящий момент, как бы те же самые картинки остаются, просто ты на них не ведешься больше. И все. Ты понимаешь, что это глупо. И ты куда проваливаешься? В нирвану. Вот твоя нирвана. Ты больше не бегаешь за иллюзиями. И все. Ты можешь использовать какие-то мысли, но не позволяешь мыслям тебя захватывать и использовать тебя. Я не знаю, что там придет, но что придет, оно будет на благо всем. Понимаешь? Когда что-то идет от Бога, когда ты живешь по душе, все, что оттуда рождается, оно на благо.